Так получилось, что в последнее время в кино ему предлагают в основном персонажей в военной форме и директорских креслах, грязных политиков и криминальных авторитетов. Хотя диапазон его намного шире. Он может сыграть и героя, и самодура, и незадачливого простака. Помните его работу в популярном сериале «Маргоша» образ гендиректора глянцевого журнала или влиятельного бизнесмена в картине «Отель и Леон» в фильмографии актера более двухсот кинопроектов и около 70 ролей в театре. Главное для него в работе – кураж. Все должно кипеть, искриться, и даже если роль небольшая, она обязательно должна зацепить. Сегодня мой герой, заслуженный артист России Владимир Стержаков. Здравствуйте, Владимир Александрович! Я страшно рада вас видеть. Спасибо вам за то, что вы мой герой. И всегда им буду. И всегда им будьте, пожалуйста. Вот смотрите, уже вот перед началом программы, говорю я телезрителям, которые не видели этого, был маленький спектакль. Мы говорили про Плята и про Фаину Раневскую. Вот скажите мне, пожалуйста, я совершенно точно знаю, чтобы отдавать эмоции, их надо где-то брать. Чтобы вот эту энергию распространять, должна быть какая-то вилка, которая тебя будет заряжать. Или дизель, динамо-машина, которую надо крутить, джупел. Вот откуда он берется? Я вам должен сказать, не знаю, потому что последние 50 лет, как я только этим и занимаюсь. Вот именно. Неважно, как себя чувствуешь. Неважно, какое настроение. Неважно, какое здоровье. Но я же не буду там перед началом спектакля говорить, вы простите, у меня так плохо. Что-то, да, здесь ломит. Вы простите, вот у меня, ах, там собачка болит. Я же не буду это говорить. Или там в титрах, я же не буду писать. Я был в плохом настроении. Это первое. А во-вторых, у меня великий пример же ведь, великих актеров. Я не побоюсь этого слова. Все-таки я был в школе-студии МХАТ, во МХАТе, где было около 20 народных артистов Советского Союза. Легенды! Просто мирового. Ученики. Невероясь и Данчина, Констаниславского. И уже это как бы был, ну, вот такие прекрасные годы. Вы же их всех застали. Ну, а как же я знал? Я выходил на этот спектакль. Я потом, когда выпустился, был принят в МХАТ в 81-м году. Я играл с ними спектакли. И с Прудкиным, и с Евстигнеевым, и с Зименым, и с Щербаковым Петровым Ивановичем. С Георгиевской играл. С Анастасией Платонной Зуевой. Вы представляете, что это? Он с ума сойти. Все, и выходили. Роза цветущая. И никто никогда ничего не замечал. Никто никогда не замечал. Поэтому, я знаю, это в крови. Главный театр в вашей жизни МХАТ, правильно я понимаю? Единственный. Единственный и главный, да? И вы пришли туда, когда там заправлял Ефремов. Это был театр планетарного масштаба. Он не мысил категориями какого-то одного спектакля. Он же планетарно мыслил. Что это был за театр? Вот этого планетарного масштаба и планетарного Ефремова. Очень точная фраза есть. Она одна. Другого определения не может быть априори. Я отвечаю. Я в этом театре просуществовал почти 25 лет. Театр – это наш дом. Я сейчас расплачусь. Потому что горе – это всеобщее было горе. Счастье – это всеобщее счастье. Радость – это всеобщая радость. Когда мы встречали, когда мы провожали кого-то, когда мы выезжали на гастроли. Вот эта помощь. Есть удивительные просто вещи, как они помогали молодым актерам. Приезжим. Помогали в работе или вообще? Нет, в быту. Хотя не должны. В работе – это само собой. Кому-то телефон, как мне. По тем временам, понимаете. Кому-то квартиру. Там был у нас парень многодетный. Он жил в коммуналке. Ой, я бы сейчас боюсь неправильный год сказать. 95-94 год. Олег Николаевич сделал гастроли. МХАТ. По Волге. Летом. Белый белоснежный теплоход. Четыре палубы. Всей труппой. Там кто-то даже кошечек-собачек взял. Прихватил, да. И мы на полтора месяца по Волге одной семьей. И вот это чувство дома в театре, о котором вы говорите, это создал Ефремов? Только Ефремов. Только Олег Николаевич. А все воспоминания о нем очень противоречивые. Кто-то говорит, что он был невозможно авторитарен и властен. Кто-то говорит, что он был вообще интеллигентнейший человек и демократ, и умеющий находить какие-то особые подходы к людям. Кто-то говорит еще, что он разрушитель, потому что он разрушил театр. Это все реальные воспоминания. Так Ефремов вот он был какой? По вашим ощущениям и воспоминаниям о нем, Владимир? Вот если бы мне уже по прошествии 50 лет задали вопрос, с кем бы ты хотел работать вот эти 50 лет, у меня ответ был бы только один. С Олегом Николаевичем Ефремовым. Потому что за все мое время существования это, наверное, самый преданный человек театру и театральному искусству. Я, может быть, ошибаюсь. Но мне кажется, поскольку это был правительственный театр, много было обязательств к съездам, в коих я играл, там, в секретаре горкома обкома комсомола, Ленини Ада был замечательный, как спектакль с Сан Санычем Калягиным, так, победим, и так далее. Да, да, я помню этот спектакль. А в конце жизни он ставил Сираноду Биржераку, он всю жизнь мечтал. Но не было возможности, не было времени. Надо было ставить и это, надо было ставить и это, номенклатурный, как бы, да, ну, вот такая, как бы, ситуация. Я, может быть, ошибаюсь. Но вот как-то вот так вот было. Это такая объединяющая сила, ну, во-первых, невероятное уважение. Это, я не знаю, человек, тепло для меня было. Вот знаете, когда ловишь встречи, ловишь взгляд. Да, 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 да. Вот знаете, вот бывают такие ситуации. Хочешь на глаза попасться, да, я понимаю. Вот эти паузы, которые он делал, Олег Николаевич, он так вот, труп сидит, вся, он так берёт сигарету, умнёт, умнёт. Проходит там две-три минуты, все уже, уже, как бы, начинают. А он всё. Кручат. И все просто, как бы, понимаете, это ещё атмосферно очень. Да. Он же какую-то свободу создавал вокруг себя и актёром тоже. Вот пятая студия как создавала знаменитая? Пятая студия его учениками, Роман Ефимович Козынковым и Дмитрия Владимировича Брусникина. Брусникина, да. Господи, да. Это была такая идея создать студию, сделали спектакль на малой сцене. Но что-то пошло не так. Ну, это молодость, понимаете. Это когда вот эта перестройка, прорыв какой-то, когда вдруг Новый мир начали там печатать, подписаны были на все эти алиби. Газеты, да. Там Октябрь, Новый мир, да. Всё это зачитывали. Просто как бы вот это. Поэтому это прорыв такой театральный произошёл. Выход из тех, и это нормально. Это всегда так было. Когда вдруг требуется, да, вот уже существует, существует театр в такой плоскости, а потом обязательно что-то отпочковывается. Да-да-да-да-да. Это вот, наверное, как в семье, когда вот взрослые дети уходят, да, из семьи. Борастает ребёнок. Да, создают свою семью, рожают и так далее. Поэтому вот мы рожали какой-то свой театр. Поэтому это было прекрасно. Вы мне напомнили, а это ещё до создания пятой студии, Миша Макеев, режиссёр вместе с Ромой Кузаком, они поставили спектакль в ожидании года. В подвале каком-то мы это играли, как и многие студии вот существовали в этих подвале. Вдруг Олег Николаевич пришёл на этот спектакль. Чё, а там сцена, ну буквально 4 метра, сценка какая-то там, 6 рядов. А мы для себя, прорыв творческий, понимаете? Театр абсурда, лауреат Нобелевской премии, ну как это? И он сел на первую, у него длинные ноги, он же высокий. Длинные ноги. Мы там чуть ли не переступали через... Через его ноги. Ему так понравился. И потом мы узнали, что это вообще одна из любимых его пьес. Представляете? А мы не знали об этом. А он как-то хвалил, когда ему нравилось? Нет, нет, нет. Смотрите, он никогда не хвалил, Олег Николаевич. У него такая фраза была, и мы там всё время разыгрывали, он всегда говорил, ну что, вас хвалите ли по делу? По делу, по делу, конечно. Поэтому мы хвальбы как бы особо как бы не слушали. Мы занимались делом. То же самое, как и он занимался делом. Он же всё время был в работе, он же не филонил. И к столетию, как он готовился. Я помню, как приезжал Александр Володин, потому что пьесу его хотели ставить, и Александр Володин говорил, что Олег, это плохая пьеса, не бери её. Там Рощин, Шатров, там же постоянного Гельман, там всё время кипело, что-то как щитки были, обсуждения какие-то были. Приходили в одиннадцать, уходили в одиннадцать каждый день. Один день выходной. Но это правда жизнь в театре. То есть это в прямом смысле слова в театре жизнь. А когда его не стало, Ефремова, и вы ушли из МХАТа, он вам стал не близок, МХАТ, после Ефремова? Я бы вам так ответил. Я бы никогда не ушёл из этого театра. Потому что у меня одни дети, у меня одна жена, у меня одни родители. У меня один театр, в котором я пришёл, 16-летним мальчишкой, и вот дожив до 40 лет, я бы никогда не ушёл. Просто вот как бы так получилось, что я вынужден был уйти. Написал очень гневное заявление, и как бы это ушло. Это решение надалось очень-очень тяжело. Я к своему другу лёг в больницу, в отдельную палату он мне положил. И я думал, что делать, как мне дальше жить? Ну это как уходит, как любимый человек, без которого ты жить не можешь. Какой ужас, а? Это вот я три дня, а потом ухожу, и всё, и я ушёл. Я собрал наверху на пятом этаже всех стариков, стариков-актеров. Сергачёв, Невинный, Кашпор, Мехков, костюмеров, гримеров. И всё, поставил точку. Они не говорили «Остановись»? Нет, ну они же прекрасно всё понимали. Это было очень тяжело, очень печальное время. Прямо трагическое время. Это очень тяжело время. Ну как, а куда идти? Куда? Как, я без театра не могу. Владимир Стержаков. Мужик без соплей, о котором с юмором я говорить не могу, не буду, потому что очень глубоко его уважаю. Когда мы с 40, с небольшими лет, случайно встретились на Тверской, перекинулись буквально парой фраз, расстались. Я сказал себе «О корень, о стержень у парня». Это мужик, который умеет выживать в любых условиях. Он не умеет просить для себя. Он пойдёт работать на заправку заправщиком, он пойдёт пиццу разносить, чтобы обеспечить себя и близких. Но он очень умеет просить и даже требовать, и всегда получает. Для других обездоленных, нуждающихся, делает это с огромным удовольствием, с искренней радостью. А что касается профессии, это гиперпрофессионал, с которым встречаться в работе просто искреннее удовольствием. Владимир Александрович, а вообще, с вашей точки зрения, человека, который в 16 лет пришёл в главный театр страны, вот сейчас в театре, в современном, в театре как в явлении, да, существуют проблемы? Или, напротив, это всё развивается семимильными шагами к светлому будущему? Вот, Татьяна, вот, наверное, в это трудно поверить, но я обожаю дипломные спектакли моей школы-студии МХАТ. Я хожу на все дипломные спектакли. Я получаю такую огромную радость, такую счастье. Я хожу на экзамене первого-второго курса. К ребятам. К ребятам. Мальчишкам, девчонкам. Вот сейчас. Вот этим вот, 16-летним. Потому что там вот этот дух настоящего, то, что я когда-то ещё застал. Вот эта вот атмосфера театра, он есть, он живёт. Вот педагоги им дают. Вот как это объяснить, я не знаю. И я счастлив этому. Вы понимаете, мне вот неинтересна, да, концепция, я не знаю, Чехова. В понимание режиссёра, возьми, напиши своё. Почему ты берёшь великого Чехова и интерплинируешь, что это мужчина, там, не женщина, женщина, не мужчина. Ах, оказывается, они вот это. Я вот это не понимаю. Я не понимаю. Я зачем это? Не хочется отрицательных эмоций. Поэтому я хожу. Я очень люблю театр Пушкина. Я боготворю Евгения Александровича Писарева. Я никогда так за последние десятилетия не аплодировал, так не орал, браво, своих, которых я всех знаю, которые на сцене. Мне всегда очень тяжело смотреть, кого я знаю. Это, знаете, как надо забыть, чтобы... Что это, да-да-да, что это свои, да. Ах, какие. Каждый актёр, на него репертуар можно строить. Как всё интеллигентно, как всё вкусно. А сами вы не хотите в театре Пушкина работать? Для этого нужен режиссёр. Идти просто так. Ну да, без смысла. Нужен режиссёр, который... Аллах, давай попробуем. Есть идея, есть пьеса. На, почитай. И потом поговорим. Это я понимаю. У меня было огромное количество антреприз. Огромное. А вот антреприза же очень изменилась. Поначалу, когда это начиналось, да, помните? И все говорят, фу, это антреприза, это никому не надо. Это какой-то чёс, это какая-то эстрада. Потом все как-то, ну да-да, можно посмотреть. Теперь это абсолютно хорошие спектакли с хорошими актёрами. В хороших постановках. Значит, исторический факт. У нас был один из первых спектаклей. Назывался «Бал при свечах» ставил Владимир Маркович Пруткин, в который играл Игорь Васильев, играл Николай Николаевич Засухин, Георгий Епифанцев, Дмитрий Брусникин, Лена Майорова, я, Мария Брусникина. Вы посмотрите состав какой-то. Это 85-й, по-моему, год. Первый антрепризный спектакль. И все в то время, фу, это как же так можно опуститься? Антреприза? Как вы смеете? Стул три стула? Какой кошмар. А сейчас играют все. Все? Это правда. И зритель идет, потому что идут на лица. У меня были очень качественные антрепризы. Очень качественные. У меня в год было 147 городов. Ого! То есть это как, получается, город в два дня? Да. А как же вы жили? Ну, не знаю. Были антрепризы с Людмилой Марковной Гурченко. Хороший она партнер, вот просто скажите. Гениальный. Гениальный? Да. Другое дело, когда я ее видел там в коридоре гостиницы, мне хотелось, как Том и Джерри, у-у-у, под ковер и куда-нибудь в эту розетку зайти, чтобы не встретиться. А партнерша она... А, чтобы не встретиться, потому что могло из этого что-то выйти что-то, да? Я другой, абсолютный. Мы с Арменом Борисовичем джиграханяном. Армен Борисович, ну, уникальный человек. И он когда вот это, где-нибудь там Канада, Америка, там Германия, Франция, там вот где-то мы ездили и так далее, Финляндия и так далее, там потом, и слово так... Что такое, Армен Борисович? Я понял, что такое старость. Что такое, Армен? Это когда выходишь на сцену и думаешь, застегнул штаны или не застегнулся. А-а-а-а-а... Что такое, Армен Борисович? А-а-а... Какой-то я не знаю, мне совсем не нравится город Хельсинки. Почему? Совсем нет армян, совсем нет. Я могу рассказывать бесконечно, потому что... Ты, говнюк, молчи! Понял? С кем ты споришь? Я мудрец, я с Кавказа. Я Гулливер, а ты лилипуд. Вот и резай сейчас. Да ну что? Ну вот, у меня всё качественно. У меня качественные все спектакли. Я не мог просто так. Если уж идти, так идти. Поэтому я прекрасно отношусь к «Контрепризам». У меня дети мои посчитали. 24 страны мира, только одни гастроли. Ох, ничего себе! Да! У вас тьма ролей в кино. Вас всё время приглашали и приглашают в кино. И вы всякий раз соглашаетесь? Если совпадаем по графику, так чтобы не было двойников, со спектаклями, с гастролями, то да. Понимаете, из каждой роли можно сделать конфетку. Конечно. Нас так и учили. Мой педагог, возвращение броненосца, Геннадий Иванович Палока. Это легендарный наш советский классик, который ещё снимал «Республику Шкид». Да-да-да. Это молодого Алексея Каплера играл. Евгений Александрович Евстигнеев, который вот три года он этюдами и упражнениями занимался, вёл все, и мои однокурсники, они не дадут слукавить в этом плане, что он любил повторять такую фразу, что «Моя задача – защитить тебя, обезопасить от бездарных режиссёров». Вот он говорил всё время так. Это очень сложная задача. Как её решить? Очень просто. Сейчас режиссёры с актёрами не занимаются в основном. Сейчас самая главная картинка. Встань, сядь, посмотри сюда, камера будет так. Раньше на каждый кадр выделялось время порядка часа-полтора часов на репетицию, а сейчас ни одной репетиции практически нет. Поэтому всё придумываешь сам. Сам выискиваешь интересные какие-то ключевые, какие-то событийные моменты, поворотные, смена темпа-ритма сам. Через партнёр. И это хорошо вас выучили. Вот я только хотела сказать. Школа. Школа, да. А кто не может? Вот это вот... Вот мы видим результат. Конечно, эта школа уже сидит на каком-то таком интуитивном уровне. Я, включая где-то фантазии, и складывается у меня какой-то такой пассианский календоскоп по поводу вот моей как бы роли, по поводу вот этой сцены, по поводу с перспективой на тут. Сейчас скажу, там, сквозное действие, что это такое. А и не знает никто такой след. И никто не знает, да. Да, и это как бы и ни к чему. Поэтому это, конечно, школа. Хорошо обучена. Но всё-таки есть что-то, от чего вы всегда откажетесь, Владимир Александрович? Да. Это вот что? Вы не поверите. Я отказывался это много раз. Это первое ролик, где насилие над детьми. Я это не понимаю. Я это никогда не пойму. Потому что любую роль, любое предлагаемое обстоятельство можно придумать, оправдать и так далее. А это я не могу оправдать. Вот это я оправдать, вот это не могу никак. Хотя у нас старики во МХАТе как бы шутили, что играя Гитлера, всегда ищи, где он еврей. Понимаете? Да, да, понимаю, понимаю. А тут я не могу. Вот от этого я отказывался всегда. И второе, то, что связано как раз вот насилие над родителями. Потому что я вырос в такой любви семейной. Младший ребёнок в семье. Мама с папой вместе прожили 54 года. Я вообще как бы не знаю, что такое семейное руганье. Я как бы не знаю. Поэтому как? Вот ради чего вот там истязать мать вот это вот? Да, это ничем не может быть оправданным. Совершенно точно. Если это больной человек какой-то, да, тогда его надо вылечить, да. Сумасшедший какой-то там человек. Да, да, да. Ну, может быть. А если он ходит, он работает, он водит машину, он там же... И как? Нет, это я... Нет, это не... Да, я понимаю. Я не могу. Ну, а Володя, можно сказать, что он удивительно сердечный человек. Он выпустил буквально в прошлом году курс в Институте современного искусства. И то, как он выпестывал своих студентов, учеников, как он их взращивал, как он волновался за каждого из них, это дорогого стоит. Он, конечно, в этом смысле уникальный человек. У него есть очень редкий человеческий талант. Он умеет восхищаться партнерами, восхищаться коллегами, любить людей. Володя обладает уникальным юмором. Был у них такой спектакль «Елизавета Бам», где они с Игорем Золотовицким играли сцену, которая была построена на одном вопросе «У вас ножа нет?». И это было гомерически смешно, потому что они минут 10 эту фразу обыгрывали, обсмаковывали с разных сторон этого юмора. Володя, он внутренний такой клоун, который от острого характерного юмора может уйти в глубоко душевную человеческую рану и трагедию. – Хочу спросить про молодых. Вы учите молодых людей, вы педагог. Вот сегодняшние молодые какие, Владимир Александрович? – Никакие. – Никакие, да? – Везде никакие. За редким-редким исключением. Потому что всё это начинается с нуля. – А не читают? – Не читают, не смотрят. Обязательный просмотр. Советская классика. – Потом идёт это обсуждение, отбрасываем слова. Мне понравилось, не понравилось, хорошо, плохо. Расскажи, что, чего, что тронуло, что не тронуло. Очень мало знает актёров, классиков наших. Ну, это же вот человек вот здесь, он не думает. А вот если человек сидит без него, он думает. Всё это очень просто. А они постоянно вот здесь. Уже все ходят так, уже все ездят. – Это правда, да. – Это не думают. Нет. А здесь нет никакой мысли, нет развития. Я подвергаюсь этому. – Да что вы? – Да ну что вы? Вот эти все всякие какие-то 15-20 секунд. Ну, мне там как бы это интересно. Там конфликтные ситуации какие-то там возникают. Да, поскольку бесконфликтных ситуаций друг другим быть не может. – Не бывает, да. – Меня так учили, да. Поэтому я как бы смотрю, кто чего сказал, какая реакция на это. Ну, я тоже засиживаю потом. Ох, ничего себе, полтора часа. А они же целыми днями вот так. Поэтому я не осуждаю время такое. Это как бы, да. – А как вы курс набираете? Вам удается угадать, в ком есть будущее? – Это очень трудно угадать. Я должен вам сказать, что есть несколько ребят, которым я просто горжусь. Которым я в это очень тяжелое время пытаюсь помочь и буду помогать. Потому что это на уровне таких уже каких-то родительских чувств у меня все это идет. Вот разница с тем, что какие они поступили. – Неофиты. – Да. Потому что я с каждым фактически беседовал. И как вот они в прошлом году выпустились, это, конечно, это небо и земля. Ну, труд. – А вы как-то их потом куда-то пристраиваете? – А как пристраивать? Я пытаюсь разговаривать с продюсерами, что это очень хороший профессионал. – Девочка или мальчик, да. – Да. Я пытаюсь говорить там с режиссерами – обрати внимание. – Вот для вас, как для педагога, самое главное – чему их научить детей? Вот как вы говорите – слышать и видеть? – Как вам сказать? – Это четыре года. Ну, вдуматься. Четыре года обучают профессии актера. Ежедневно. Помного-помного часов. Под этим еще подразумевается самостоятельная работа над собой. Под этим еще подразумевается, когда вот они собираются репетировать, там вот это сами по себе даем задания, там вот самостоятельные отрывки и так далее и так далее. Я помню, когда еще вступил, там вступительное слово Андрей Васильевич Мехков говорил, что успех – это 10% таланта, а остальное – это 90% труда, больше ничего. Вот на моем курсе без праздников, без выходных мы работали каждый день. – А сейчас как в процентах? У нас же, как Геннадий Хазанов сказал, что произошла КВНизация всей страны. – Это правда. – Это самое большое, самое качественное искусство у нас. Я помню, как Армен Борис, он сказал, что, знаешь, ну, когда появился КВН, всем скажем, да-да, это хорошо. Это интересно и хорошо. И все стали думать, что КВН будет тянуться к театру. Наоборот произошло, театры стали тянуться к КВН. Это он когда еще сказал, лет 20 с лишним назад. Это же ведь как бы профессия, ну что? – Ну, это не как бы, это целая сложная, вынимающая душу, разъедающая сердце профессия. Я вообще не знаю, как вы работаете, понимаете? А вот эти все сегодняшние частые очень заявления, что Станиславский устарел, как и Михаил Чехов. Сейчас, я понимаю, вы сейчас заведетесь, да-да. Смотрите, но я вот только сейчас... Хотите, я на вас помашу? – Ох, нет, не надо. – Полой так, юбки или подоложки. – Это не в жар, это вас в зно по мне обращает, когда я это слышу. – Вот вы мне скажите, как человек, который все в этом понимает, не устарел Станиславский? Успокойте меня. – Все школы, которые существуют, я вот недавно просматривал, их порядка двух десятков в мире актерских школ. Вся основа идет от Константина Сергеевича Станиславского. Все играют одинаково, потому что база одна, но с другими, может быть, там это... – Особенности. – Все же идут через сердце, все идут через мозг. – Основа основ, все системы. – Здесь и час, и все должно быть оправданно. Что касается Стержакова, это мужчина, это сразу видно, человек заходит в комнату, сразу понятно, зашел альфа-самец, зашел человек, который нравится женщинам, знает, что он нравится женщинам и знает, как с этим бороться и как этим управлять. Он ученик Евгения Александровича Истегнеева, сам уже педагог, мастер курса. Я являюсь педагогом на его курсе, я помогаю ему воспитывать плеяду новых потрясающих российских артистов. И он в этом смысле огромный молодец, он держит их до последнего, курирует, спрашивает, как дела. Даже у тех, которые закончили институт, помогает им советом ли, либо там предлагает знакомым каким-то режиссерам, продюсерам, говорит, вот у меня есть потрясающие ребята. То есть он не просто так отучил и выбросил, он помогает, ведет их по жизни, при этом не просто как педагог, а как большой папа. Это очень приятно. Ощущение папы, я вот задумался, это, наверное, рыбалка. Выезжаешь там в 4-5 утра, еще солнца нет, цвета нет, приезжаешь на какой-то пруд, холодно, и папа достает удочки. И потом еще появился футбол. Мы смотрели матчи вначале дома, потом много ходили на стадион, болели, кричали. Радовались. И, в принципе, первый раз на футбол я как раз сходил с папой. Чему я учусь у папы? В первую очередь, наверное, умение коммуницировать с людьми, найти подход, найти нужные слова в нужный момент. Также вот чему бы я очень хотел научиться, это невероятная просто работоспособность. Я бы сказал, что, чем я похож на папу, я бы сказал, что это любовь к искусству. То есть в детстве этого было очень много. Мы ходили вместе, мы обсуждали постановки, мы обсуждали режиссеров. Также мы обсуждаем и кино, творческую задумку. Он очень добрый человек. Он хочет всегда помочь по максимуму, насколько он это умеет. Это любовь к семье. Необычайно. И проводить время с семьей он любит и старается как можно больше. А вот вы рассказывали как-то, что сыновья никакие не актеры ваши. Они кто у вас сейчас? Ой, дядя, понять бы кто. Как я вас понимаю? Смотрите, один экономист, он закончил продюсерский факультет у Урина Владимира Георгиевича, нашего большого человека из Большого театра. Я так думал, что может быть в театр, в театр, в театр нет. Он ушел в кино. Чем там занимается, не понимаю я в этом ничего. Он продюсер? Продюсер, да. А младший вообще, это второй курс нефти и газа с повышенной стипедии. А, обалдеть. Айти, безопасность, блям-блям-блям-блям-блям. Дальше я не выговорю это никогда. Это мне надо учить. Почему? Потому что вот я беру вот эти кипы его бумаг, когда он не веет. Начинаю смотреть, там ни одного слова нет. Понимаете, там вот эти все вот эти. Загагулины. Международная школа вот эта какая-то математика, где они сидят на этих иностранных играх. Что это такое, я не знаю. На мой взгляд, они были бы обаятельные. Хотя я так шучу, что... Но они симпатичные. Мамина красота, мой ум. И старшему даже предлагали сниматься. Но они категорические. Нет, мы не хотим быть актерами, мы, глядя на тебя, нам это неинтересно. Да, нам это достаточно. Поэтому у них абсолютно свой путь. Я за них как бы жизни проживу. Ну и ради бога, и все. У вас есть какие-то с ними вот сейчас, когда они уже выросли, общие интересы, общие занятия, Володь? Знаете, у нас только есть, ну, во-первых, ну, реально занятые пацаны. Мне доставляет огромное удовольствие там почистить яблочко, мандаринку принять, ну, шутя вот это вот. Да, да, да. Полотенечко прийти по поста. Кушать подано, да. Что желаешь, что вы откушаете там, ну, когда вот занимаются, да? Как бы в этом плане пошутить. Единственное, что нам втроём нравится очень, это вот ходить на премьеры какие-то, знаете, куда? А, понимаю, да. Когда там вот шумно, много светов, что-то какие-то там, аплодисменты. Вот они театралы, оба. Младший его находил на мадемуазель Нитуш, к Машеньке Ароновой, там, раз шесть. Да, такой же спектакль прекрасный. Раз шесть он ходил. Он же наизусть знает все слова, песни, но он там очищается от этой своей математики. Да, я понимаю, да, да, да. А так нам просто не собраться. А вы в городе или за городом? В городе? Ну что? Ну, на дорогу это невозможно. В городе? Нет, я мечтаю какой-нибудь треух, валенки. Избушку-то под Костромой. Печку. Кострома далековато. Печку. Да, печку обязательно, да. Это как несколько собак бежит. У меня посох какой-нибудь. Я там семечки птицам рассыпаю. Птицам, да, 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 да. Ой, как я говорю. Но, увы, это не скоро, я так думаю, будет. А у вас бывают моменты, когда вам ничего не нужно делать, Владимир? Вы что в это время делаете? Что вы любите? На хозяйстве. Я на хозяйстве. Поднять детей, приготовить завтрак, погулять с собакой, помыть лапы, накормить собаку, посуду. Накормить детей. Накормить детей. Я не шучу тоже. Я вместо «доброе утро», там, это, зайчики, что вы будете, там. Вот это всё. Я очень люблю готовить. Я получаю такое удовольствие. Сидит собака. Когда я готовлю, она вечно голодная. Да, конечно, конечно. Потом их встречаю. Ну, как-то я шлёпан с их и в шортах. Целый день. Ехать никуда не надо, спешить не надо никуда. Так прекрасно. Как я вас понимаю. Наверное, такие воспоминания, что я понял, что мой папа актёр, когда, наоборот, его часто не было. И все наши какие-то такие детские игры были с мамой и с братом. Ну, хотя каждый раз, когда он приезжал, он, особенно когда ездил в командировки в другие страны, всегда привозил нам конструкторы разные, игрушки новые. И мы каждый раз радовались этому. Ну, и в целом, то, что папа приехал, мы всегда прибегали к нему, вешались на шею. В общем, это были всегда счастливые моменты. Меня удивляет, конечно, его способность работать так много. То, что он как бы всё равно, ему 65 лет сейчас будет. И он в такой, на самом деле, хорошей форме. Когда он не в духе, он, скорее, будет какое-то время не разговаривать с нами. Но мы с братом, конечно, это всё очень тяжело переживаем. Ну, как и мама. У нас нет прям чёткого разделения на главный и неглавный. Потому что многими вещами ведает мама, потому что она больше в делах именно таких бытовых. Папа, он за такую часть искусства в нашей семье. Мне кажется, то, что вообще, если бы не его амбиции, он бы уже давным-давно всё это бросил. И сидел бы на даче с нашей собакой как раз-таки. Нас бы здесь оставил, сам бы ехал на дачу уже жить. Владимир Саныч, во-первых, я хочу вам от имени зрителей сказать, что мы вас очень любим. Никогда в этом не сомневайтесь. Когда Владимир Стержаков на экране или на сцене, мы абсолютно уверены в том, что всё, что будет там показано и сделано, это всё будет хорошо, правильно и честно. Я вам желаю, чтобы был дом, наличники, три ух, несколько собак, рябина, птички. А под яблоней, чтобы... или гамак. Ну, в гамаке трудно лежать по-по... Жезлонг. Жезлонг, да. Жезлонг и книжка. И чтобы это всё было в шаговой доступности, чтобы вы могли ездить на работу. И чтобы ваша работа никогда вас не оставляла в покое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Владимир Стержаков – артист уникального тёплого обаяния. И я хочу пожелать ему снова найти свой театр-дом, в котором ему будет так же хорошо и уютно, как и мне с ним во время разговора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова